да спасибо большое татьяна традиционно я буду просить вас пожалуйста переключать слайды номер слайда буду вам говорить и как положено небольшая конечно почти лирическая история в качестве вступления что такое аудиокнига ну я думаю понимает все хорошо это литературное произведение художественной литературы может быть даже не взять на художественной литературы которую можно слушать это аудиофайлы множество аудиофайлов в простейшем случае которые можно включить плеер и воспринимать сугубо только на слов очевидно что аудиокнига играет большую роль не только как инструмент развлекательный это инструмент прекрасно образовательный в том числе и для решения задач инклюзивного образования о чем мы очень часто говорим потому что есть специализированные форматы аудиокниг которые предназначены специально для использования людьми с различными формами ограничений здоровья ну прежде всего конечно это очень актуально для недрячих людей на прошлом вебинаре мы с вами попытались поговорить на тему того стоит ли бояться аудиокниг созданных синтезаторами речи ну я понимаю что вопрос это спорный дискуссионный но мы конечно же традиционные сторонники максимального развития этого направления потому что одну приносит очень много плюсов с точки зрения практического использования разработки может быть аудиокниг несмотря на некоторые минусы опять же какие плюсы мы с вами обсуждали в прошлый раз татьяна будьте добры пожалуйста и вот значит таки мы добрались до искусственного интеллекта значит в целом если мы говорим про роль искусственного интеллекта при создании аудиокниг абстрактная так очень 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 грубо мы конечно можем выделить три задачи которые в той или иной мере претендуют на звание решаемых с помощью технологии искусственного интеллекта ну прежде всего голос очень часто что можно слышать утверждение что сам по себе синтезатор речи как говорят говорить проба это уже искусственный интеллект вот сам по себе просто робот то есть та машинка которая умеет последовательность букв превратить последовательность звуков является уже искусственным интеллектом с одной стороны утверждение правильное потому что в основе современных синтезатор синтезаторов речи действительно лежат алгоритмы очень близкие технологиям искусственного интеллекта в частности рекуррентные сетевые модели прочее но это не совсем то про что мы с вами хотели бы поговорить синтезатор речи если можно выразиться как явление существовал давно 90 позднее 90 года уже синтезаторы речи были может быть не было не очень высокое качество но они были никто не не пытался назвать их еще один вопрос который мы пока не будем рассматривать это предобработка материалов в некоторых случаях для того чтобы предобработать произвольный материал тоже нужны технологии искусственного интеллекта это утверждение в принципе вполне себе корректные но сейчас с вашего позволения мы тоже пока этот вопрос выпустим из рассмотрения потому что он комплексный и больше отвечает может быть требованиям восприятия материалов ну потому что очень часто невозможно правильно понять форматирование книги но это те вещи которые вот долгое время умел хорошо делать fine reader то что умеет делать приложение fine reader когда дается предоставляется изображение буквально даже может быть сканирована и есть возможность из него получить какой-то документ который содержит книгу с правильным восприятием форматирования и так далее то есть в общем случае конечно есть некоторые основания называть это тоже технологии искусственного интеллекта но и вот все таки это пока что не то про что мы хотим поговорить а про что же мы хотим поговорить а говорить мы будем именно про третью часть про третий компонент который вот уже действительно можно обозначить как искусственный интеллект на систем же он связан и почему мы пришли к такому выводу представим себе работу диктора в студии диктор в простейшем случае как это кажется всякому человеку производит чтение книги он берет кладет перед собой книгу и начинает читать эти читатели он текст так как этот текст написан то есть можем ли мы говорить что диктор смотрит книгу и читает то что там написано с одной стороны да но с другой стороны тоже нет потому что диктор производит как носитель языка ну как человек некоторое преобразование текста это касается прежде всего сокращение правильного правильного чтения чисел с учетом падежа там и прочее опять же сокращение можно по-разному по-разному воспринимать не всегда можно однозначно определить что скрывается за тем или иным сокращением без понимания текста ну и плюс конечно наша любимая тема не совсем только наша любимая тема этого тема любимой многими филологами лингвистами задача снятия маними русского языка в нашем случае речь идет в подавляющем большинстве примеров о правильном выборе положения ударения в тех словах где она не фиксирована есть правда еще очень-очень редкие случаи как когда слово пишется одинаково очевидно раз мы говорим про омограф и у него фиксированное ударение но читается она по-разному зависимости от того смысла который же не открывается я вам скажу честно я пока что знаю такое слово только одно это слово конечно конечно как свое традиционном значение мы знаем хорошо но тем не менее конечно это еще и краткая форма от прилагательного к конечные множество к не конечно то есть и когда оно множество оно конечно мы же не говорим бесконечное множество да вот и тем не менее говорить конечно до конечным тоже как бы не принято зависимости от того в какой роли выступает это слово надо правильно определить его произношение и в подавляющем большинстве случаев это невозможно сделать без понимания текста вот тут как раз искусственный интеллект и вылазит тут он востребован потому что и таких примеров можно привести огромное количество очень часто правильно прочитать текст без его понимания смысла невозможно в принципе более того я даже не буду скрывать и не буду ни от кого утаивать тот факт что современные технологии искусственные интеллекта конечно не способны все еще принимать текст на таком уровне который необходим для того чтобы книгу прочитать действительно свободно особенно если мы говорим про произвольную книгу какие-нибудь дополнительные подсказки нужны но так как это делает диктор способный взять просто произвольную книгу прочитать ее к сожалению конечно искусственный интеллект работать пока не может но надо отдать наверное должное даже может быть не отдать должное быть справедливым что навряд ли диктор способен взять совершенно произвольную книгу особенно если касается каких-нибудь романов фэнтези и прочее и очень много нестандартных ударений я не знаю даже возьмете какую популярную книгу жанра фэнтези гарри поттера точно ли можно во всех смыслах я сразу просто без подготовки без каких-то консультаций и прочитать не знаю таким вот образом для того чтобы быть точным определим эту задачу как преобразование письменной речи в устную опять же мы об этой задачи уже ранее говорили и и давайте посмотрим что из этого можно все-таки научиться решать при помощи современных лингвистических моделей татьяна пожалуйста будьте добры слайд номер я тоже откроюсь я шпаргалку итак в принципе если вы в течение наверное текущего года или может быть даже еще и предыдущего года как-либо находились в информационном пространстве ну а я так подозреваю что вы находились в информационном пространстве вы наверное могли обратить внимание что сейчас резко вообще говоря возросла тематика языковых моделей их иногда очень часто называют большие языковые модели large language models сокращенный LLM которые стали обладать абсолютно фантастическими возможностями ну самая продвинутая модель наверное которая привлекла к себе самое большое внимание точнее давайте скажем следующим образом модель которая привлекла к себе самое большое внимание это конечно чат GPT где-то вот несколько месяцев назад про чат GPT ну не поговорим совсем вот только может быть ленивый уж совсем человек но как специалистам хорошо известно чат GPT далеко не самая конечно модель развитая сейчас существует и более развитые модели и подчеркнем что в работе чат GPT разные люди могут увидеть могут с ней поработать самостоятельно но мы мало что знаем о деталях реализации как она реализована во всех деталях внутри нам иногда говорить достаточно трудно потому что информации не очень много но для всех специалистов в области компьютерной лингвистики будем так говорить интеллектуальной компьютерной лингвистики то есть той части компьютерной лингвистики которая связана с обработкой интеллектуальных алгоритмов свет клином не сошелся именно на чат GPT в общем случае количество разнообразных моделей и количество если так можно выразиться задач которые модели могут решать их достаточно много я решил выделить три из них которые ну во первых эти модели мы сейчас применяем в работе сами то есть у нас фактически так или иначе задействована машинерия которая решает частично задачи которые можно решать при помощи этих моделей ну и здесь мы видим конкретную связь между практической какой-то потребностью и нашими возможностями но я подчеркну что модели на самом деле больше другое дело что не все из них можно применить для решения задачи преобразование письменной лечебусной самая как казалось бы на первый взгляд кажется сложная задача вообще говоря одна из самых уже хорошо проработанных задач это определение семантической близости семантической близости проблема определения семантической близости во-первых естественно она остро возникает при обработке омографов значит горе или горе горе как в смысле страдания горе и горе как гора таких в этом слове положение ударения можно определить только проанализировав контекст которым это слово было встречено и на анализ на основе анализа контекста принять решение речь идет все таки о горе или о горе ну в данном случае конечно надо понимать что в некоторой мере понимание текста здесь требует как вы будете пытаться определить семантическую близость смысловую близость без понимания окружающего но модели естественно тоже есть и более того эти модели не просто способны производить проверку близости семантической они способны выполнять математические операции над семантическими понятиями то есть вы можете взять два слова но опять же не напрямую эти два слова а смыслы которые за ними скрываются и складывать вычитать и так далее вот даже для человека это кажется уже странным ну для специалистов по компьютерной лингвистике это не очень странно ну это в данном случае мы говорим просто как об общении о возможности производить математические операции в кавычках над смыслами я предупреждаю значит сейчас мы все это посмотрим и примеры которые я подобрал ну они все естественно в рамках разумного и приличного тем не менее подразумевает ну некоторые чувства юмора у вас ну опять же я буду рассчитывать на на ваше чувство юмора просто потому чтобы не делать наш нашу беседу обсуждению совсем безумно скучно вот это одна задача вторая задача которую в настоящий момент можно решать можно применить одна из следующих задач которые можно решать для преобразования письменной речи в устную это так называемое маскирование слов предполагается что есть некоторое предложение оно из себя представляет правильно составленное предложение на русском языке и в нем либо на самом деле либо гипотетически пропущено слово у нас есть инструменты которые позволяют предположив что там было пропущенное слово попытаться представить себе какое слово могло находиться на отметке соответствующей пропущенному слову как с точки зрения смысла так и с точки зрения слова формы то есть точки зрения падежа рода числа и прочих романтических атрибутов за это отвечает совершенно другая модель намного более развитая в частности если говорить про своего рода такое своего рода эволюцию лингвистических моделей то в этой эволюции в 2017 году произошла революция которая разделила всю эпоху компьютерной лингвистики на две части на до этой революции и после нее эта революция это открытие модели трансформер с вашего позволения как бы мы не будем рассматривать модель трансформер это достаточно сложная история не очень большая неожиданность модель трансформер была представлена коллективом сотрудников компании google под руководством исследователя ашиша расвани и она фактически радикально развернула направление исследований так вот определение семантической близости было возможно решать и в принципе так до сих пор делается без применения трансформеров модели трансформеров вот начиная со второй задачи маскирования слов и прочее более менее удачно мы можем выполнять с использованием модели трансформер ну просто чтобы вы знали что в принципе эти две задачи очень качественно очень радикально различаются и третья задача которая нам нужна это моделирование языка значит моделирование языка это достаточно широкая тема она может быть обладает самым большим потенциалом будущего развития и прямо сейчас я не буду ее с вашего позволения комментировать мы ее с вами разберем перед ближе к концу нашей встречи чтобы сейчас значит немножко вас не расфокусировать то есть она самая может быть емкая самая такая потенциально многообещающая для будущих исследований естественно что все три задачи так или иначе нам крайне важны при обработке текста в тех ситуациях когда нам нужно его прочитать и все три ситуации все три модели подразумевают в той или иной форме понимание текста понимаете татьяна будьте добры пожалуйста четвертый слайд здесь на слайде я вас предупредил я рассчитываю в каком-то смысле на ваше чувство юмора приведены так татьяна четвертый слайд да приведены некоторые примеры математических операций над словами мы с вами говорили про то что нас интересует задача понимание текста определение близости к одной из нескольких категорий смысловых но в основе подобной технологии лежат математические операции значит те примеры которые приведены на слайде они это не абстрактное утверждение это те соотношения которые на самом деле могут быть получены то есть они это не фантазия не выдумка и не абстракция это реально существующие математические соотношения которые показывают насколько иногда значит наши модели сообразительные если вы возьмете такое понятие как преподаватель и вычтите из него такое понятие как мозг я вам обещаю то есть вообще если кто-то из вас не верит вы меня отдельно напишите я вам вышлю фактический пример вычисления который подтвердит вот эти вот соотношения результатом неожиданно будет слово студент ну я не думаю что кто-то из вас будет спорить с этим соотношением более того значит если вы повторите попытку проведения подобного подобного утверждения для слова учитель и точно так же из понятия учите не учтите понятие мозг то результатом будет слово лучше казалось бы такая неожиданность для вас естественно это большой неожиданностью не является но мы то говорим про робота про компьютер и компьютер в смысле своих каких-никаких способностей в области искусственного интеллекта действительно знает что если мы берем учитель и вычитаем из него слово мозг то результатом должно быть такое понятие как ученик далее значит тут конечно есть некоторые странности если к ученику понятие мозг добавить то результатом будет слово опять учить это соотношение такое полностью прямо математическое но к сожалению я должен сказать это наверное новость это новость весьма грустна для людей так сказать все еще не получивших диплом высшего образования что если вы возьмете слово студент и добавите к нему слово мозг то преподавателем стать пока еще будет получится всего лишь аспирант ну как есть это естественно я вам привел для примера вообще таких такого рода примеров огромное количество самый из них избитый я не буду сейчас его с вашим позволениям повторять но везде вспоминается что если взять взять слово жизнь и вычистить из него слово любовь то неожиданно результатом будет слово быт ну это пример я его вам воспроизвожу на случай если он вам не попадался но настолько избитый что мне вот даже было уже неохота его очередь на нас использовать что здесь принципиально важно знать значит дело в том что представление смысла своего рода представление семантики не обязательно возможно в такой форме когда этому можно дать словесное определение естественно что в большинстве случаев мы можем попытаться найти слова которое то или иной форме близко к некоторому в кавычках смысле но это но сам по себе смысл смысл может быть закодирован отдельно и не всегда у него может быть какое-то словесное обозначение в частности когда допустим в каких ситуациях нам еще может пригодиться вы берете допустим текст в котором указано что кто у нас на Сахалин путешествовал по моему Антон Павлов Чехов да? Чехов помню Сахалин нет значит берете предложение Антон Павлов Чехов по дороге на О. Сахалин посещал город Томск ну это исторический факт здесь Томск знает что здесь был Чехов у нас памятник стоит О! ну естественно что вы может быть сразу скажете но тут Сахалин уже по Саварю можете посмотреть что это остров да наверное но ориентироваться на то что нам будут известны имена всех островов в целом неправильно но О это же ведь может быть еще и отец то есть как нам определить О это остров или это отец ну в общем случае это еще и область наверное может быть область не так важно встречается все таки не очень часто а вот О как отец и остров в тексте сокращение достаточно распространенные в результате если мы захотим определить это предложение близко к слову отец или к слову остров мы должны будем взять отдельные понятия в этом предложении из них очевидно ключевое это понятие путешествовал их сложить прямо в терминах тех математических операций которые мы сейчас с вами рассмотрели и произвести сравнение получившийся смысл он будет ближе к слову остров или к слову отец в подавляющей большинстве случаев эта логика срабатывает конечно ошибки бывают в принципе все что касается искусственного интеллекта 100% корректно не работает никогда в это утверждение в принципе известно всем но так или иначе в основе определения семантической близости фактически всегда лежат математические операции над некоторыми смысловыми понятиями важнейших особенность возможно складывать вычитать и так далее вы наверное хотите задать вопрос так откуда искусственный интеллект получил эти знания эти знания получаются добываются путем анализа больших массивных текстов в основе здесь конечно лежит своего рода частотная характеристика причем такая на уровне лексики к сожалению тут в общем-то это скорее недостаток наверное что мы оперируем одной только лексикой но в частности эти модели они ориентированы в основном на лексику и одна из реализаций она обучена на национальном корпусе русского языка то есть проанализированы слова которые входят в национальный корпус русского языка и анализируются они на основе контекста то есть на основе контекста фактически зная в каком контексте может быть слово мы можем в точности определить какой смысл скрывается за этим словом на основе одного предложения двух предложений и так далее мы это сделать не можем но если мы проанализируем большой массив текста то результат будет значительно лучше естественно конечно надо отметить что если мы говорим про такие слова как жизнь любовь быт там значит преподаватель там еще ученик информации про такие слова много они очень часто встречаются в тексте если вы возьмете слова какие-то менее распространенные вы конечно столкнетесь с тем что искусственный интеллект каким бы он ни был искусственным эти про эти слова имеют недостаточное количество информации проблем здесь еще хватает татьяна давайте пожалуйста перейдем к следующему слайду берд так это пятый слайд маскирование слов как я сказал одна из наших задач задач это маскирование слов давайте пожалуйста рассмотрим предложением когда вспоминаю облака с той картины мне хочется вернуться в детство облако или облака то есть это омограф причем омограф такой не смысловой не семантический омограф которые различаются по смыслу это омограф ну если так можно выразиться грамматический с грамматическими омографами как правило все достаточно просто если перед ними есть какой-нибудь прилагательный который характеризует то или иное понятие допустим когда вспоминаю чудесные облака ну и так далее поскольку появляется прилагательное чудесные по форме прилагательного чудесные мы можем понять это облако или облако облако единственное число облако множественное число вот но полагаться на то что у нас перед каждым омографом такого типа будет прилагательным мы не можем ну по понятным собственно говоря причина текст произвольный может быть и сделать мы с этим ничего не можем когда перед ним перед такого рода именем существительного нет характеризующего прилагательного филологи иногда употребляют термин что это имя существительное находится в слабой позиции мы не можем ничего поэта но ведь в принципе имея это предложение с такого рода омографом мы же можем предположить мы же можем предположить что существует другое предложение в котором перед нужным нам омографом все-таки было какое-то прилагательное мы не знаем какое но предположить о том что такое предложение могло бы существовать мы можем в принципе это можно сделать практически то есть какое бы вы предложение с такого рода омографом не взяли для определения его ударения вы можете построить новое предложение в котором перед этим омографом стоит прилагательное и если этого прилагательного нет то мы можем попросить нейросетевую модель как я сказал построенную уже на базе трансформера предложить нам наиболее значимые кандидатуры на место такого гипотетического пропущенного прилагательного здесь на слайде приведены те слова которые выдала мне модель бир когда я попросил обработать новое предложение с пропущенным словом все эти последние некоторые и так далее большие большие первые более того когда модель бир работает во-первых вы видите что они все поставлены все эти слова поставлены использованы правильные слова форме согласованы ну что нам и требуется и в общем случае они достаточно хорошо подходят по смыслу но но когда модель бирд работает каждому из этого слову она еще может дать некоторую оценку правдоподобие с которой это слово могло бы присутствовать в указанном положении проанализировав получившиеся результаты проанализировав слова формы получившиеся результаты и их оценки вы фактически можете определить наиболее подходящие прилагательные которые будут характеризовать нужный нам омограк если вы будете знать прилагательно вы сможете определить единственное или множественное число использовано для нужного вам слова есть одна неприятность ну как сказать все филологи лингвисты гордятся собственно для компьютерных лингвистов это неприятность русский язык безграничен и богат в частности если я предположу что было пропущено некоторое слово ведь возможно существование предложения когда вспоминаю из облака мы предположим что некоторый наш собеседник это по смыслу конечно уже как бы так несколько несуразным но с точки зрения построения предложения наверное было бы возможно когда вспоминаю из облака мне хочется вернуться то есть понимаете можно подставить такое в данном случае предлог можно подставить такой предлог который приведет к новому предложению в принципе грамматически корректному с точки зрения смысла может быть даже уже близко к спорному но неправильной словоформы с неправильным с неправильным вариантом нужного в одном в принципе в подавляем большинстве случаев мы видим правильный прилагательный но я здесь слово из из этого списка выбросил а вообще оно там присутствует когда когда вспоминаю из облака ну там мне хочется вернуться и одна из отличительных способностей модели она пытается проанализировать все возможные вот эти вот варианты и ее оценка вот суразности и несуразности она конечно такая достаточно примитивная но пользоваться такой возможностью конечно нам охота вот и в заключение нашей беседы татьяна будьте добра пожалуйста начало шестой слайд некоторые рассуждения про самую модную тему которые сейчас получили обозначение генеративных моделей значит генеративная модель ее же в принципе вообще уже называют просто как языковая модель это модель которая способна продолжить начатый текст значит генеративная модель в отличие от модели берт работает всегда слева направо берт который способен восстанавливать пропущенные слова анализирует влияние слов друг на другу в обоих направлениях вот а генеративная модель всегда работает слева направо текст она может продолжать более-менее точно с точки зрения грамматики и ну худо-бедно хотя наверное скорее бедно все-таки пока с точки зрения смысла но прекрасная особенность генеративных моделей которые нам в принципе очень важно заключается в том что им можно давать обильнейшие подсказы обильнейшие подсказы значит представим себе вот здесь на слайде приведено приведены примеры двух стратегий управления языковыми моделями тут мы пока просто рассматриваем их возможности без привязки к нашим насущным задачам который принято называть zero shot и few shot значит zero shot это возможность продолжить текст без каких-либо подсказок представим себе что я выдумал некоторую фантастическую я вот пишу допустим фантастический роман и я выдумал некоторую звезду под именем облахара а вот то что здесь выделено жирным текстом это та часть которую я ввел генеративную модель а весь последующий текст который не жилы это то как генеративная модель этот текст продолжим в частности здесь я использовал модель root gpt которую нам благосклонно предоставил сбер можно пользоваться она в открытом доступе находится и я ей воспользовался значит если я пытаюсь продолжить текст свет облахара воспринимается как и так далее я вижу что тут конечно ну пока что что-то очень несуратное точно к звезде мягко говоря никакого отношения не имеющим но но с другой стороны могла бы генеративная модель с нами общаться она сказала да пойди значит разбери кто такая облахара вы же мне не сказали кто такая облахара и как я вот могу значит что-то там додумать я и хоть и генеративная модель но я все еще не телепат я не знаю о чем будет пользу так вот неожиданная возможность на которой сейчас весь мир сошел с ума то есть это очень такая активно обсуждаемая тема ну и может быть уже наверное года два отруду этому направлению который принято называть prompt engineering это технология подсказок для генеративных моделей что я делаю я даю подсказку вымышлен прямо так прямо вот голым текстом значит без каких без каких-либо там тайных смыслов командир кодирование векторных представлений еще что-то просто голым текстом даю дополнительное утверждение вымышленной фантастической вселенной есть есть звезда облахары свет облахары свет облахары воспринимается так ну дальше вот на презентации вы видите как модель продолжает этот текст согласитесь что смысловая близость оказалась уже значительно лучше ну то есть если теперь получается вопрос в том что вот как правильно придумать ту подсказку как вы здесь принято говорить тот промпт который мы можем предоставить для того чтобы точнее управлять всем процессом вычислений обработки генерированным текстом это одна из крайне непростых сфер как я сказал это направление сейчас активно развивается тут очень много технологий причем неожиданно эти технологии такие не технические не математические они близки гуманитарным и многие исследователи даже те которые разрабатывали подобные модели честно признаются мы сами не очень хорошо понимаем как же значит подобная генеративная модель работает но вы здесь наверное мне опять же хотите задать вопрос что-то мы ушли в какие-то дебри генерации текста а нам тоже ведь надо читать книги читать аудиокниги то есть производить анализ текст и так далее можем ли мы здесь применить те или иные генеративные модели можем татьяна будьте добры пожалуйста открыть седьмой слайд и вот конкретный пример что мы можем сделать с использованием генеративной модели при помощи генеративной модели мы можем определять поддерж числительных один рубль одного рубля одному рублю одним рублем значит давайте рассмотрим предложение мне не доставало для покупки нового компьютера 30 тысяч рублей значит ну поскольку здесь конкретно 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 сумма значения не имеет мы введем замену скажем просто подставим цифру 1 цифру 1 и попросим модель продолжить текст оборвав наш наш ввод именно на циферке 1 и по умолчанию генеративная модель вдруг неожиданно решит вот жирненьким уже здесь на этом слайде подставлено то что указано то что предложила сама модель она вдруг решают что мне для покупки нового компьютера не хватало 1,5 тысячи рублей ну полторы тысячи рублей неплохо но как-то вот не очень изящно да то есть если мы начнем анализировать то что получилось здесь в качестве дополнительной дополнительного фрагмента нового текста то такой кусочек текста мы можем анализировать очень долго и мы здесь ведем точно так же дополнительный промп что делаем подсказку 1 означает 1 рубль и дальше предоставляем тот же текст который мы анализируем и тут в результате получаем что мне не доставало для покупки нового компьютера одного рубля у цифра 1 одним я осталась это было в нашем промке мы ее предоставили а вот анализируя форму слова рубля уже в точности можем понять 1 рубль 1 рубля одному рублю и так далее и вот это вот возможность то что видя некоторые подсказки мы можем определять поддерж разного рода единиц измерения сокращение и прочее является одной из принципе грандиозных возможностей необходимо также отметить что если мы говорим про модель вверх которую мы рассматривали на предыдущем слайде она хоть и двусторонний но она анализирует контекст не очень глубоко то есть она анализирует контекстность так условно сказать ну не знаю может быть там буквально ну два три слова в обе стороны у нее аналитические возможности не очень большие а вот g5 модель g5 ну как вы догадались что здесь использовалась именно модель семейства g5 в частности который также принадлежит и чат g5 она анализирует текст пусть и в одну сторону то есть только слева направо но делает это очень глубоко в частности те примеры которые мы сейчас с вами рассматривали их невозможно было бы проанализировать путем формально грамматик потому что вот допустим недоставало 1 рубля но между недоставало и одним рублем есть еще дополнительный текст который мы в принципе правильно отфильтровать не можем вот и тем не менее тем не менее модель очень четко поняла что на цифру 1 рубля влияние оказывает именно слова не доставал и слова недоставало то есть то слово которое оказывает влияние на интересующее нас место она в тексте может находиться достаточно далеко в этом смысле искусственный интеллект прослеживает взаимосвязи между словами в приложении очень 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 глубоко и сейчас это совершенно доподлинно открывает очень большие перспективы неприятность здесь в том что для того чтобы это все работало мы должны давать вот эти те самые подсказки которые вы видите перед приложением один означает 1 рубля но это один рубль прошу прощения но это очень простой пример а если в принципе вы будете анализировать сокращение более сложные то фактически конечно вам придется больше времени больше времени потратить на построение подобных фронтов все дорогие друзья это вот то что вот мне хотелось вам рассказать с точки зрения перспектив применения искусственного интеллекта для чтения текста я извиняюсь и немножко вышел за наш за наш график то есть у нас практически осталось только три минуты на вопросы я надеюсь что вы меня простите за это дело потому что больно много хотелось всего рассказать я напоминаю что мы также отвечаем на вопросы на наши в нашей группе в telegram глаголица ссылка на которую но я попрошу татьяну эту ссылку отдельно написать она есть здесь презентации на на финальном слайде слайде которые 8 на нем же есть так моим и уже да то есть вы в принципе можете либо со мной лично пообщаться по почте но я приглашаю всех присоединиться к нашей группе нам очень важно чтобы вы общались нашей группе ну и если даже вот в этой вот казалось бы все равно еще я боюсь конечно достаточно такой непонятный сложный вот неуловимый теме есть вопросы ну пожалуйста их задавать либо сейчас либо в почту но все же мне было бы очень приятно если бы вы могли бы общаться в нашей группе эта группа посвящена вопросам применения искусственного интеллекта именно для решения подобной задачи все на этом мое михаил большое спасибо за сегодняшнее выступление у нас есть несколько вопросов если позвольте я их вам зачитаю сейчас поднимусь наверх так вячеслав бричковский спрашивает пример текста озвученного с помощью системы искусственного интеллекта можно ли запустить пример что что можете сказать по этому поводу какой-то пример можем привести значит для того чтобы читать текст мы используем сторонние внешне коммерческие синтезаторы коммерческие синтезаторы но из них сейчас самые популярные это голоса от яндекса то есть с точки зрения того как этот текст звучит принципе с одной стороны там есть там ничего неожиданного нет потому что речь идет не о том как он читается о том как он преобразуется но если такая если это действительно очень интересно как это как такие книги звучат на практике ну опять же простите за мое приглашение вот группе глаголицы там есть анонсы тех книг которые мы выпускали с подобными технологиями там у каждой книги их там сейчас среди свежих сообщениях там две или три там есть промежуток предварительно ознакомительные фрагменты длиной там около пяти минут и их можно послушать то есть но я подчеркиваю что там это не очень интересно потому что слышно что это голос яндекса ну как бы мы все это честно говорим что с точки для того чтобы преобразованный текст преобразовать уже в звук мы конечно просто используем какой-нибудь внешний синтезатор можем использовать не яндекс можем использовать другой потому что скажем если там требуется по экономическим соображениям и так далее вот тут есть выбор но прямо сейчас вот у меня под рукой ну я не знаю как давайте не будем их там прямо сейчас искать включать но и в группе можно найти там есть вот примеры книг демонстрационные знакомительные которые вот наш коллектив сейчас обрабатывал спасибо а михаил еще один вопрос вячеслав у нас сегодня много вопросов задал поэтому с вашего позволения следующий а может ли искусственный интеллект сегодняшнего дня имея два текста определить что эти два текста выражают одну и ту же мысль эти два текста выражают одну и ту же мысль может ли сегодняшний искусственный интеллект это определить может ли но знаете так вопрос в точном смысле ставить достаточно трудно но если отвечать ну как бы по принципу с полной ответственностью за свои слова правильнее говорить что нет значит правильнее говорить что нет потому что значит то что мы сейчас называем искусственным интеллектом это технологии которые не способны принимать решения вот генеративная модель даже семантические модели это в основе своей это статистические модели которые очень глубоко анализируют взаимосвязи слов предложений взаимосвязи слов предложений но они не способны производить принятие решений с учетом обработанного материала исследования ведутся опять же есть такая технология которую дополнительно называют chain of thoughts то есть цепочка размышлений chain of thoughts про нее можно поговорить отдельно она в принципе направлена вот как раз на то о чем Вячеслав спрашивает то есть заставить языковую модель вести какие-то своего рода рассуждений чтобы привести их к ответу на некоторые вопросы вот и в принципе если предположить что подобные технологии сейчас вот у нас взлетят то в принципе перспективы сильно улучшаются вот но еще как получится или нет еще никто не знает в частности основные игры ведутся вокруг разного рода математических утверждений там вот у меня есть два яблока я одно разрезала пополам и отдал один кусочек сколько у меня осталось вот значит подобные технологии вот туда вот применять там основные игры вот и понять смысл ну на уровне математики если этот смысл представляется какое-то математическое утверждение шансы наверное чуть больше но ведь смысл же вот у нас романы идиот достоевского там я уж не знаю может быть что-то там какое-нибудь игра в бисер германа гесса это два романа которые отражают одну и ту же вот смысловую идею вроде бы нет да а ведь я сейчас вот что-нибудь прикопаюсь к чему-нибудь и таки видишь ведь что-нибудь то вот общее у них вот и в этом в этом плане тут понимаете тут если этот вопрос математический вот такой вот объективный формальный ну прямо сейчас я думаю что скорее всего нет не могут но допускаю что такие технологии не за горами потому что вот этот чейнлсот он многих-то в принципе уже застал призадумывать и он не единственный такой вот а если вопрос не о формальных объективных каких-то величинах а о таких вот прямо идейных философских ой я думаю что там еще есть ну то есть у нас нету модели для кодирования вот такого глубинного смысла на основе которого можно там принимать решения и мне кажется что пока что они еще долго не появятся то есть от статистических современных моделей которые работают на уровне статистики до принятия решений там уровня да нет с какими-то там особенно мне кажется пока что еще далеко спасибо михаил и еще один вопрос от вячеслава есть ли бесплатные сервисы искусственного интеллекта а для озвучки можем ли мы сравнивать качество движков без и и из и и бесплатно сильно бесплатных по моему но тут вот наши коллеги из числа людей с нарушениями зрения когда-то делали сервис data2data.ru который работал поверх ну по нынешней мерке может быть уже устаревшего синтезатора речи по моему он был бесплатный я правда я давно уже им не интересовался и как бы не знаю в каком он статусе но он делал вот именно то о чем наверное Вячеслав спрашивает он был бесплатный он использовал достаточно простой старый синтезатор который никак не может претендовать на роль искусственного интеллекта и он не проводил никакую интеллектуальную обработку текста никаких лингвистических анализаторов там внутри у него не было если он до сих пор работает ну да какую-нибудь какую-нибудь основу для сравнения он наверное может даже вот все остальное это те те сервисы которые разрабатывают разного рода компании значит естественно что я не буду скрывать как бы вот это вот может быть несколько болезненно бы для нас не звучало значит даже яндекс в своем синтезаторе помимо того что он просто читает текст конечно видно что они тоже дорабатывают его с целью добавления каких-то возможностей такого интеллектуального анализа и это конечно история для нас вот такая заставляющая нас переживать и волноваться с яндексом тоже конкурировать очень сильно трудно но одно из преимуществ которые пока что остается на нашей стороне заключается в том что мы можем управлять интеллектуальными какими-то настройками то есть мы можем дать подсказку там о том что существуют какие-то оригинальные единицы измерения то есть может быть какие-то понятия нестандартные потому что есть очень много исторической литературы и для анализа такой исторической литературы вы никогда не не сможете яндексу объяснить его стандартная возможность что вас интересуют какие-то новые единицы измерений и так далее то есть обладая этими технологиями на своей стороне мы можем управлять этим процессом да это может быть не совсем автоматическая обработка которую бы нам хотелось бы видеть но она все равно она практически приемлемая вот ну если вы посмотрите там на зарубежные сервисы то там вообще то там очень много сейчас подобных игроков появилась и проект гутенберг там вылез недавно достаточно громко о себе заявил на тек раньше то есть они обрабатывают литературу сильно большими масштабами наверное чем делаем это мы но как сказать надо ведь вопрос тоже не в количестве вопрос таки качестве не случайно книгу надо обрабатывать книги которые нужны вот поэтому сервисов много строгом смысле отвечая на вопрос то есть наверное надо поинтересоваться сервисом это 2д вот он был самый такой без искусственного интеллекта и так далее спасибо большое михаил так я вижу еще есть несколько небольших вопросов от вячеслава по поводу зеро шот и фью шот что это такое но это было в записи можно пересмотреть будет было на вебинаре можно будет пересмотреть обсуждение шло про звезду облахара зацепила наших слушателей есть она в реальности или нет нет это я выдумал буквально для того для примера для примера нет я ее выдумал когда-то для одной из лекций для своего предмета обработки естественного языка в тыгу чтобы у студентов это я буквально перед лекцией перед лекцией это облахару придумал нет это звезды ну теперь есть теперь будет нет такой звезды нет здесь и интрига то в том что нам нужно обрабатывать текст вы должны понять это все должны понять это очень хорошо если идет речь про обработку текста нет никакой абсолютно уверенности а точнее полную уверенность в обратном что нам придется обрабатывать текст с вымышленными понятиями из которых нет в реальном мире мы должны иметь возможность сдать подсказку искусственному интеллекту о том что сейчас здесь идет речь про некоторые абсолютно вот фантастические вещи и такая возможность существует вот собственно это одна из ключей чем отличается Zero Shot от Few Shot Zero Shot без подсказок а Few Shot дает подсказку и позволяет понять что я выдумал звезду и господин искусственный интеллект будь добр иметь дело со словом облахара как со звездой которую я только что выдумал это очень тонкий момент ага спасибо Михаил и еще Алексей Базаров просит здравствуйте Михаила публикуйте пожалуйста в глаголице не пример синтетической аудиокниги а отрывки текстов до и после АИ обработки расскажите что делается вручную а что с помощью АИ ну коллеги я думаю это вопрос такой не на одну минуту наверное может быть тогда лучше продолжить обсуждение в глаголице я этот вопрос Михаил вам туда пересылаю да в телеграм вот и просто да просто просто нам уже нужно подходить к завершении люди ждут сертификаты и коллеги всех кого интересует эта тематика вы можете присоединиться к чат разместила ссылку на эту группу Алексей ваш вопрос я Михаилу переадресовала так что заходите туда ответ будет там и я думаю что Вячеслав тоже самое можно продолжить обсуждение общение на эту тему и все кому это интересно уже непосредственно в группе а мы тогда нашу сегодняшнюю встречу будем потихонечку завершать большое спасибо Михаилу за участие за сегодняшнее выступление Михаил мы вас отпускаем спасибо большое всего-всего доброго ждем вас снова на наших вебинарах а мы с вами коллеги последний завершающий акт сейчас проведем про выдачу сертификатов ну и заодно остановят нашу трансляцию в группе ВКонтакте